добрый день на обзоре нож от фирмы blackhawk называется blackhawk be warned be warned это обыгрывается тип лезвия урон клифт дизайнер этого ножа известный человек в мире в на живом мире именно в мире самообороны на живой так скажем зовут его майкл дженич он раньше сотрудничал с фирмой blackhawk сейчас он сотрудничает со spider cam вот его теперешний результат сотрудничества это модель называется и джимба 2 ну понятно что сходство мягко говоря на лицо то есть но эта модель постарше насколько я понимаю в общем это схожие модели в смысле того что у них схожая во первых они внешне схожи во вторых схожа модель использования немножко об этом ноже расскажу значит рукоятки g10 лайнер лук лайнер достаточно толстый сталь сталь аус 8а производится они на тайване эти ножи так уже запачкал пальцами кстати лезвие очень сильно залапывается пальцами серьезно прямо видно не знаю почему на некоторых моделях это почему то есть она других на других нет я имею ввиду на некоторых ножах g10 очень такой цепкий на четыре стороны переставляется клипсом дженич и вообще он сторонник именно вот такого типа клинка тут кстати такая выемка что на этом что на этом ноже под филиппинский хват то есть ну во первых этот нож он очень опять же я говорю это основе на том что у меня фактически схожий нож вот этот вот который я его постоянно использую как в качестве и dc вон видно следы этого клея со скотчем он вот эта форма очень удобно в повседневных таких задачах как вскрытие чего-то там пакетов я просто много отправляю много получаю пакетов и постоянно пользуюсь ножом в этом плане он имеет очень утилитарную форму он выглядит как такой сапожнический нож типа как киридаши чуть-чуть но вот такая вот угловатая форма с таким острым наконечником он выглядит как он похож на вот эти ножи промышленные для разрезания там картона вот то есть в этом смысле для вскрытия каких-то там посылок упаковки там еще чего-то очень очень хороший нож очень удобный нож не надо выгибать сильно руку то есть вот поставил 8 пошел кончиком резать если вот так сравнить эти два ножа то здесь более тупой угол чем вот здесь вот чем ножа от blackhawk но в любом случае вот этот вот угол он он из-за того что здесь такой достаточно острый угол очень острый кончик получается у этого ножа помимо такой утилитарная бытовой и дешней и дешней функции он задуман еще выполнять функцию ножа для самообороны скажу так что вот когда его берешь руку то есть интуитивно понятно как можно его применить очень вот если взять нож например с лезвием типа вот таким вот drop point там или же на пород бывает еще более завернутый то когда когда наносится вот такой вот режущий удар то вот эта вот часть ножа идет перпендикулярно направление удара то есть используется в рези вот эта часть ножа уже идет как бы не совсем перпендикулярно и значительная часть энергии теряется то есть как бы он как бы соскальзывает с ножа ну плоть противника даже не знаю как это правильно выразиться здесь весь все полностью весь вся длина клинка используется для нанесения удара плюс можно чисто самим кончиком наносить очень большие удары есть видео майкла дженича где он обычным вот таким вот я не знаю коротким ножом для картона для резки картона наносит удар по куску ну то есть он имитирует типа человеческую руку то есть он берет кусок свинины обматывает ее вокруг палки которая имитирует кость сверху обматывает это как бы типа одеждой для того чтобы имитировать но материалом имитируя одежду и наносит удар даже вот таким вот коротким коротким лезвием надо можно нанести очень глубокую рану которая гораздо глубже чем вот ну имеется виду он не 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 таким ножом он делает он делал ножом для резки картона из-за того что плоть как бы раскрывается от такого плана удара то есть как орудия для нанесения так скажем повреждений противнику вот такая форма клинка очень эффективна точно так же карамбит очень эффективные эффективное оружие орудие но карамбит такая вещь что из-за своей загнутости он может зацепиться за за одежду он может зацепиться за например за пуговицу за за что-то и в принципе застрять с этим с вот таким вот ножом этого не случится еще хотел сказать немножко о самой фирме blackhawk сейчас они в основном выпускают подавляющее большинство ножей и выпускается со сталью aus 8 а как для такой стали в принципе нож немножко дороговато но дело в том что стали так один из только составляющей ножа я имею ввиду надо принимать во внимание то что он делал он собран очень очень хорошо очень добротно то есть тут никаких именно само качество изготовления очень хорошее плюс учитывать надо то что какие кто основные покупатели этих ножей blackhawk blackhawk есть очень большая база клиентов которые покупают их снаряжение их одежду их рюкзаки их кобуры но вообще снаряжение которое не выпускает это в основном полицейские это военные так далее и также они берут покупают их ножи как ну то есть они доверяют им им нравится другое оборудование какое они делают они также покупают их ножи и ножи действительно не делают качественные они экспериментировали раньше они делали их я имею ввиду со сталью они делали и из от с 34 они делали из вг-10 в общем но теперь они делают в основном с aus 8 потому что для тех людей которые покупают у них aus 8 больше чем достаточно плюс для них это 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 ведь не нажиманы покупают это люди покупают которые этими ножами пользуются и они так как они пользуются эти ножи тупятся их надо точить и aus 8 очень легко точится и это огромный плюс для конечного пользователя в данном случае то есть и опять же эти люди чисто утилитарно подходят к ножам это для них это инструмент они не будут проводить слишком много времени там за заточкой его он должен быть готов сделать свое дело быть потом быстро приведен обратно в божеский вид и так далее поэтому я знаю что многие люди до сих пор там горюют по поводу того что компания blackhawk свое время купила компанию masters of defense и сейчас имеет в своем багаже их модели конечно же это уже не те модели которые делали я имею ввиду отличается качество отличается некоторые моменты отличается то есть они то по названию и по внешнему виду похоже на модели от masters of defense на самом деле это уже по большому счету не совсем те ножи вот ну и многие говорят что вот была такая хорошая фирма делала такие вот очень хорошего качества ножи потом была куплена и теперь не поймешь что делает так скажем пляшет на их костях blackhawk но тут надо относиться к этому такое мое мнение такое что во первых никто силком не тянул продавать masters of defense свою фирму это было их решение они приняли его то есть я не знаю как чем это было вызвано я имею ввиду то ли они уже доторговались до ручки уже не некуда было деваться и надо было ну продавать бизнес либо же наоборот они все шло хорошо но слишком хорошую цену предложил предложил фирма blackhawk за их за имя за разработки за модели ну в общем и они не устояли и продали ее но в любом случае blackhawk приобрела их и они начали приспосабливать его под свои нужды то есть они могли оставить его так как оно было они должны были сделать так чтобы оно соответствовало их собственным нужно нужно и нуждам их клиентов которые ну это насколько понимаю более массовый потребитель чем клиенты фирмы masters of defense и им как говорится как в том анекдоте про верближонка и верблюдицу который расспрашивал почему у них такие там а чего у нас такие ноги широкие мол что в песку не увязать не увязывать и так далее зачем нам горбы чтобы там десять дней без воды он говорит а нафига нам эти все навороты в зоопарке то я к чему хочу сказать что тем людям на которых ориентируется blackhawk скорее всего все эти значит весь этот фарш не нужен то есть я как я говорю они экспериментировали с различными стали и так далее и в конце концов поняли что ничего этого не надо их потребителю их им надо aus 8 чтобы нож хорошо безотказно работал что есть и достаточно вменяемая цена то есть во всяком случае цена не такая как у masters of defense ну и все это выливается в том что конечно же это не тот нож то есть если бы мы хотели получить именно такой же нож ровно как каким он был когда его делали masters of defense я не про этот конкретно нож говорю я говорю там есть у них в несколько моделей я уже не помню сейчас не могу из головы искать которые но чисто этого наследие masters of defense и они нет ни но хуже конечно теперешние модели хуже качеством чем те которые когда выпускал их masters of defense но они и стоят никаких денег то есть тут в общем за что платите то и получаете в данном случае но тут такая вот отступление болтология ножек если сравнивать его вот два ножа сравнивать они очень похожи во многим g10 g10 ворнклифф 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 здесь aus 8 здесь с 30 но надо не забывать что этот нож стоит в полтора раза дороже сделан в штатах сделан на тайване 4 позиционная клипса везде здесь компрессион лог здесь лайнер лог но так они очень похожи эргономические очень скоро сходные в общем очень похожие ножи то есть если учитывая тут еще надо принимать во внимание то что вот этот нож сейчас очень сложно купить то есть моих поставщиков его нет вот этот нож можно купить достаточно спокойно без 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 вопросов то есть у моих поставщиков у тех у кого есть blackhawk он в том есть продажи то есть тут тоже надо принимать во внимание ну в общем то есть если кто то хотел себе и джимбо 2 вот вполне возможно можно немножко сэкономить купить вот такой вот blackhawk качеством он ничем не хуже чем спайдеровский нож но стоит дешевле из-за в основном из-за места производства из-за стали вот и он есть наличие то есть если вдруг кому-то действительно хочется и джимбо нет возможности купить можно вот такой вот суррогат заменитель приобрести в общем спасибо за внимание до свидания о о э